Моего бейства. Я присутствовала при встрече главы города и делегации нашей школы. Была приглашена в количество четырех человек. Роман Семенович, я, Эльмира и Юлия Саша. И более представительное было, конечно, со стороны управления образования Иисус Абмики Тюб, начальник центральной зоны бухгалтерии Ченцова, глава города Сергеев, естественно, была в его кабинете. И глава Украшова. Когда встал вопрос о ВСМ, я попросила слово, пыталась объяснить. Но сразу говорю, что было броски только в одно поле наше. Когда мы пытались что-то сказать, Татьяна Александровича снова лично затыкала номерок. Никто ей при этом не препятствовал. Затыкала она очень грамотными вещами. Я поясню только по поводу того приказа, который они пытаются наличие группы СМ у нас отменить. Все знаете, что мы раньше были все из дюшор. ВСМ у нас открыто с давних времен, 96-го года. И мы прекрасно таки работали. С той целью, чтобы нас не отдать в систему спорта, нас бегло. 30 декабря меняли нам лицензию. Нас переименовывали в Дю США. 30 декабря, когда все праздновали уже в пределе нового года, мы с Романом Асимовичем в лицензионном отделе оформляли документы на новую лицензию с новым названием. При этом у нас переименовывали с приказом о том, что мы переименование, мы все равно группу ВСМ мы сохраняем. Когда встал в этом году неожиданный для нас вопрос, 15 июня было письмо начальника управления образования о том, что нам эти группы отныне запрещено ввести. Они забыли о том, что у нас этот приказ есть, что мы переименовались, но ВСМ у нас есть. Ничего долго не думая, они издали новый приказ, причем настолько задним числом, что вручили его в августе месяце, датированный он был 16 июня, вручили в стопке бумаги главному бухгалтеру на одном из совещаний под каким-то номером определенным, не помню. Вот так просто вручили и все. При детальном рассмотрении этого приказа есть такая основополагающая часть, на основании чего этот приказ вообще как бы издается. Это чтобы вы знали, насколько безграмотно все это делается. И когда я попыталась главе города донести, что есть документы, на основании которых мы имеем право ввести эту группу, но ему не доводят это, не хотят доводить, но основывается на тех документах, на которых вообще смешно основываться, во главу угла ставится закон о образовании, где вообще не говорится о этапе высшего спортивного мастерства, там нет такого понятия. Потом они упоминают законы физической культуры и спорта, где наоборот говорится, что независимо от прав ведомственной принадлежности в СССР, имеют право открывать группу ВСМ, они все равно на основании этого ФЗ отменяют у нас этот ВСМ. Это насколько неграмотно пишется все. И опять же основывается на 157 приказ, который имеется письмо, этот приказ с 97 или 98, 99 года, я не помню. Имеется письмо Министерства спорта, датированное 12-м годом, которое говорит о том, что данный приказ не подлежит применению, в связи с тем, что с изменениями в законодательстве сейчас происходит сложная процедура его отмены, потому что все приказы идут через юстицию, а это довольно сложный момент отмены, это экспертиза, это годы, это годы отменяются сейчас эти приказы, не полчаса, как мы делаем. И опять же они основываются на письмо, которое на 116 страницах, подробных рекомендациях, как мы с вами должны работать. Ну это рекомендации. Там все всякие моменты, которые могут возникнуть, не могут возникнуть. На этих 116 страницах очень подробно, там все изложено. Но на основе вот этого, этих рекомендаций, приказы состряпать нельзя. Юристы меня должны поддержать. Те документы, которые носят рекомендационный характер, не подлежат тому, чтобы их переносить в основополагающую часть. На что я Татьяне Александровне только попыталась объяснить, опустила по кругу, и в голове в руке попалось, то, что они же самоуправление отправляло запрос в Министерство образования Краснодарского края. Может ли в нашей школе, вообще в США, правильно открывать группу ВСМ? У нас копии есть ответа этого Министерства образования, вот, о том, что вправе, вправе открывать группу ВСМ. Но они этот ответ нигде не упоминают. Они о нем замалчивают. И в голове города их пропустили. Он прочитал этот ответ. Далее, на этот 157-й приказ, который, вот, действительно, он говорит о том, что в США не имеют права открывать группу ВСМ. Вы, может быть, помните, что был такой Фетисов, да, вот у него была такая вот идея, что спор больших достижений, все должны быть без дюшер, все с нами должны заниматься массовым развитием. И был издан этот знаменитый 157-й приказ. Сейчас в связи с изменениями, ну, невозможно применять, потому что даже в США сейчас обязали проводить программы спортивной подготовки, где ВСМ обязательно составляют применять. Поэтому он сейчас не применим. Я попыталась с Татьяной Александровной Ченцовой, у нас была дискуссия, правда, краткая, весьма краткая, минутная, наверное, да. Я ей сказала, что как вы можете применять 157-й приказ, если есть письмо в Министерство спорта, которое говорится, что не применяется он этот приказ, на что она мне сказала, что это письмо должно пройти через юстицию. Ну, понимаете, любое письмо, по утверждению Татьяны Александровны Ченцовой, должно пройти через юстицию. Чего вообще не должно быть. Письма через юстицию не проходят, они просто оповещают. То есть Министерство этот приказ издало, и тут же они всех оповещают. А письма было направлено в федеральные органы, муниципальные органы и региональные органы для оповещения, для того, чтобы они этот приказ не применяют. Я вам скажу, что Анапа единственный муниципалитет на территории всей Российской Федерации, который продолжает применять приказ номер 157. У меня все. Спасибо. Ну, единственное, последнее я скажу вам, пожалуйста. Я вот с Гулькевичем, директором школы, общался, средний заработ на плату у них выходит 32 тысячи рублей. И без проблем. А вот Ченцова доказывает, что сейчас муниципальное задание 23 умножает, и вот средняя должна быть 23. Гулькевича, да, рекомендуется, опять рекомендует 23 средняя зарплата была. Вот почему у нас 37 миллионов, 10 миллионов не заложила она. Но, ребята, я попрошу, вы поймите правильно, когда 30 миллионов мы слышим, что много. Вы понимаете, 30 миллионов, 12-13 миллионов только налог. Что стоите? Это статья зарплата. Сейчас не заложено ни охрана, ни аренда, ни на чего не уложено. Даже зарплату не уложено. Она зарплату воздуха взял. Зарплату мы хозяйстве сейчас даем, нужда. А нужда должна она заложить. Она взял воздуха, просто сумма бросила. Директор еще хоть что делает. Ну, естественно, все директоры школы города Крутанапа звонили тоже ко мне, совет получили. Максиме других учреждений не заложила, миллион, миллион пятьсот, вот так. А у нас 10 миллионов. Как она любовь к нам относится, да? Вот других миллион, ну, учреждения миллион можно экономить до конца года, если нормальный полный объем, да. Ну, можно, миллион можно, а вот именно 10 миллионов она знает никак. Поэтому она знает, что мы не можем свои муниципальные задания, которые они дают, исполнить. Она специально нарушает. Ну, а теперь вопрос сразу. Кто за то, что обратиться письмо и голове действующих централизированных бухгалтерий, и обратиться в другие службы, что проверили действовать Ченцовым? Прошу голосовать. Все за? Спасибо. Против нету? Все. Значит, подписываем письмо, готовим, соображаем, что проверить действие оставят. Два решения суда сказано. Ченцовы к нам никакие отношения не имеют. У нас с тем нету долгового. Ну, почему-то я везде хожу, я не начальник управления разговариваю, а Ченцов разговариваю. Не, садись. Саша, садись, совещание идёт. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, хорошо. Первый вопрос закончили. Второй вопрос с Андреем Вадимовичем. Второй вопрос про нашу ведущего спортсмена Олега Ченя. Во-первых, я хочу поздравлять вчера Олега Ченя, Петру Петровича, лучшую спортсмену Края, 10, министр спорта Чернова поздравил. Давайте поздравим. Они стали лучшую спортсмену Края. И два или три года потерять они лучшую спортсмену Края, признаются. Среди восьмеры. Среди восьмеры, да, думаю, раньше 10 было. Среди восьмеры. И, кроме того, Ченя, как называть это, премия? Лучший спортсмен Кубана. Лучший спортсмен Кубана. Он идёт там сейчас на голосовках, голосуется, что дальше пойдёт. Мы рекомендуем, пожалуйста, голосуйте за него. Ну, сейчас вопрос идёт про, второй вопрос про Ченя, наши воспитники, нашего Петра Петровича. И общественные мнения тоже за него. Ну, сейчас Андрей Владимирович пояснит по этому вопросу, по Ченя, у нас управление спорта было. И мы готовили письмо. Если я прошу, это очень важно, вот это письмо. Прочитаем, если корректировать. Нет, не корректировать. Значит, если согласно будет для письма, мы её прочитаем, тоже отпустим. Сегодня же мы это письмо должны сдавать. Андрей Владимирович, пожалуйста. Значит, возникла такая ситуация. На одном из совещаний с управлением физической структуры спорта, значит, на Америку проходит каждую неделю совещание. На одном из совещаний, значит, необходимо было выдвинуть кандидатуру для конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Номинации «Спортивное достижение года». От нашей школы мы выдвинули кандидатуру Олега Чена. И собрались документы, характеристики на него подали. И на общем совещании при управлении спортом было принято решение в присутствии директоров школ спортивных, в присутствии спортивных инструкторов всех сельских округов Анапы и в присутствии начальника управления спорта Каченко. Было принято решение, что от спортивного, значит, в номинации «Спортивное достижение года» кандидатуру Чена выделили. Других кандидатов ни одного, ничто даже не прозвучало. Все единогласно сказали, что да, действительно, Чен, мы знаем, что у него репетные результаты. И, конечно, кроме него некого выделить. Затем, по происшествии двух-трех недель, перед тем, как уже непосредственно этот конкурс проводился, за обручение этих наград «Профессиональные достоинства и честь», перед ним нам поступил звонок, на телефон мне позвонили, спросили, кого из зрителей вы можете так предоставить. Мы сказали, что, конечно, кто-то из зрителей пошел от ленинги, потому как наш спортсмен там будет доминироваться. Мы сказали, что нет, ваш спортсмен доминируется. Да, у меня возник вопрос, почему? Мы же коллегиально это решили. Ну, на что был получен ответ, что администрация выбрала другого участника. Ну, и поэтому я у начальника, у меня спросил, у Сергея Николаевича, я говорю, почему так произошло, почему нас не поставили в известность, почему мы, когда коллегиально выбрали Ленщена, как бы другой кондитуты не было, а сейчас получилось так, что награждают другого человека. Ну, естественно, короче, непонятно, почему наше мнение осталось в стороне. Все директора школы выдвинули нас на общем совещании. То есть здесь, ну, нас как бы оставили за бортом, понимаете, не спрашивали ни мнения, ничего, просто взяли другого человека, поставили и все. Хотя бы поставили нас в известность, там, ради приличия, просто человеческий момент. Вообще, конечно же, ну, в таких вещах, если общественность решила вот эту кандидатуру, почему поставили другого, вот этот непонятный момент. Ну, и мы думаем, что нам нужно получить разъяснение от управления, начальник управления спорта говорит, что это администрация сделала. По какому принципу тогда они выбирают на вот этот конкурс, по какому принципу определяется, по каким критериям, вот, и почему в этом мы не участвуем, получается, почему мы наше мнение проигнорировали. То есть вот это, с такими объяснениями мы хотели обратиться к администрации нашего города. Я добавлю, если кого-то есть добавление, можно добавить. Два года, два года, наши учреждения не признаются, два года. Но когда с Евгением Николаевичем мы встречались, членом Лига аэропорту, я ему задал вопрос, Евгений Николаевич, зачем вы одного? Делайте два, или одного делайте, мужчине, одного паралимпиада, или молодежи, кого-то сделайте, да, города есть. Например, я говорю, вот в прошлом году они сделали этот первый школу, опять же, они его первую школу очень любят, потому что это его школа. Юра, это, как фамилия, Саша? Далакяна. Далакяна сделали. А хотя, опять, чем был Лючий Края, и Толик был не ниже, и выше была Юру, они его кинели. Но этом году самое главное, сделали два. Сергей Николаевич у меня послушал, два я и сделал. Но оба опять первая школа. Там, не знаю, там, среди умвалидов он одного тоже наградил. Среди умвалидов тоже наградил. Не знаю, там разные номинации. Нет, имени спортивник назвали. Умвалидов он наградил. И наградил наши воспитники, Караказиды Сава. Мы Сава против ничего не имеем. У меня, хочу сказать, 2013 год Сава, 2013 год, со мной вместо было Рига. Аслана Вельпеда первый стал, Сава Караказиды первый стал, по молодежи. И Головина второй занял. Сава только в уручу или термус. Это тогда, 2013 год. Но сегодня вот эта награда, объявляя... Там Нивра и Мазда, нам надо выехать. Саша, побыстрее, хорошо. Останавливай камеры. Саша, побыстрее, хорошо.